Девушки отдыхают Всем привет. Давайте я немножко начну с видео. Запустите, пожалуйста. What? Just a second. Can I repeat it? Five sigma, as clear as day. R of 0.2. Can I repeat it again? R 0.2 plus minus 0.5. We don't expect anybody. It's probably some kind of delivery. Did you order anything? Я думаю, здесь можно остановить. Спасибо. И первый вопрос у меня будет к вам. Кто знает, что происходит на этом видео? Ну это... Да, хорошо. А по какому поводу? Ну кто-нибудь вообще знает? Ну руку поднимите, кто точно знает. А кто знает человека, которому в гости пришли и решили выпить? Там он был подписан коротко в конце. А вот Владимир Антониевич знает. Тогда позвольте мне его представить. Это Андрей Линде. Очень известный физик-теоретик. Один из, наверное, самых известных физиков-теоретиков, живущих сейчас. И включите, пожалуйста, презентацию. Что они отмечают? Они отмечают одну из самых ярких, ну или таких известных теорий, разработанных Андреем Линде. Теория того, как, точнее, что происходило с нашей Вселенной в самом ее начале. В тот момент, когда она только-только-только зарождалась. В тот момент, когда от начала той Вселенной, которую мы знаем, прошли какие-то там доли секунды. Здесь там минус какой-то тридцатой степени секунды. Вот я думаю, что, возможно, многие видели эту картинку. Это картинка того, как наша Вселенная развивается со временем. Вот здесь по горизонтали отложено время. Это начало Вселенной, где мы сейчас живем. И мы знаем, что Вселенная расширяется. И когда-то она была очень маленькой и очень горячей. Поэтому мы знаем, что чем меньше объект, тем он должен быть горячее, если в нем энергия сохраняется. И вот здесь вот этот момент известен как большой взрыв. Момент первоначального рождения. И Андрей Линде, совместно с другими теоретиками, Алексей Старобинский, Александр Гуд в Америке, разработал теорию того, что было до большого взрыва, непосредственно перед этим большим взрывом. Это называется, где-то написано, инфляция. Они разработали теорию инфляции. Теория того, как Вселенная за очень маленький и короткий промежуток времени расширилась до огромных размеров. Из очень маленькой первоначальной, ну не точки, конечно, но какого-то вот такого маленького объекта. Эта теория была разработана ими в 60-70-е годы прошлого века. А на видео, которое мы с вами смотрели, вот этот молодой человек пришел поздравить, сообщить Андрею Линде о том, что его теория подтверждена. Это был 2014 год. Ну, надо понимать, что подтверждение такой теории, да, это, в общем, достижение достойной Нобелевской премии. Кто помнит, за что дали Нобелевскую премию в 2015 году? Нет. Да, за светодиоды. А кто знает, как вы думаете, почему за эту теорию Андрей Линде не получил Нобелевскую премию в 2015 и в 2014 тоже не получил? Ну, нет. Нет. За непрактические теории дают. Вот за то, что доказали ускоренное расширение Вселенной, Нобелевскую премию дали. За то, что в этом году дали за обнаружение массовой нейтрины. Дело не в этом. У меня не работает кликер. Дело в том, что да. Давайте пролистнем этот слайд. Следующий слайд, будьте добры. Это вот та машина, с помощью которой было сделано это открытие. Это BICEP-2. Обсерватория, которая находится в Антарктике. Почему в Антарктике? Потому что она смотрит… Потому что там самые лучшие условия для ее работы. Она смотрит в космос. И там меньше всего помех для этого. А смотрит она в космос на микроволновое излучение, которое идет из космоса. То есть то микроволновое излучение, которое работает в наших микроволновках, оно заполняет весь космос. И оно несет информацию… У меня, к сожалению, нет времени тут вдаваться в подробности. Можете потом погуглить, почему так происходит. Оно несет информацию о том, что происходило с нашей Вселенной на заре ее жизни. И они увидели там определенные особенности этого излучения, которые ложились очень хорошо на теорию, которую разработала Линда. Так почему не дали Нобелевскую премию? Потому что их данные оказались сложными. Они не учли очень простую вещь. Она, может быть, не очень простая. Они учли очень много всего в своих измерениях. Но они не учли, что в верхних слоях атмосферы… А они смотрят на космос сквозь атмосферу. Так вот, в верхних слоях атмосферы есть пыль. И вот эта пыль создавала те эффекты, которые они приняли за так называемые реликтовые гравитационные волны, которые были предсказаны Линде. И прошло буквально полгода с того момента, когда было снято видео, и вышла их статья совместно с другими учеными, в которых они признали, что это было, в общем, ошибкой. Так вот, собственно, возникает вопрос в следующий слайд. Если мы видим в новостях научные сенсации, сообщения о научных сенсациях, научных каких-то огромных открытий… Будьте рады обращаться. Сейчас… Эх… Тут должна была быть надпись. Стоит ли им верить? Стоит ли вестись на этот хайп? На этот нездоровый интерес, поднимаемый вокруг них? Дело в том, что вот эта история, которую я рассказал, она на самом деле не совсем уникальна. Будет, давай, следующий слайд. В 2011 году коллаборация «Опера» сообщила о том, что они якобы засекли нейтрины, двигающиеся со скоростью выше скорости света. Ну, мы все знаем, да, что согласно, так сказать, современным представлениям, у нас учат еще в школе, что не существует объектов, материальных объектов не может существовать, которые двигаются со скоростью выше скорости света. И коллаборация «Опера» — это была не какая-то там шарашка, да, то есть это коллаборация двух огромных лабораторий. ЦЕРН, про который все знают, да, который находится в Швейцарии, и лаборатория «Гранд Сассо», которая находится в Италии. И они, проверив, перепроверив много раз свои измерения, вышли на публику и сказали, что да, мы видим нейтрино, что нейтрино, да, я немножко, наверное, должен сказать, что такое нейтрино, да, чтобы понимать, о чем идет речь. Нейтрино — это такие мельчайшие частицы, они очень легкие, и главная их особенность заключается в том, что они беспрепятственно проходят практически сквозь любое тело. Да, вот через мою ладонь каждую секунду проходит около триллиона нейтрино, которые идут от Солнца. И я их совершенно не чувствую, никто из вас их не чувствует, потому что только одно это нейтрино за несколько лет хоть как-то подействует на эту руку, столкнется с одним из атомов этой руки. Вот такие частицы, с которыми очень сложно работать. Ну, вот как раз сейчас такой бум нейтриной физики изучения. Так вот, эта коллаборация Опер, она устроена была следующим образом. Будет добр, следующий слайд. Здесь мелковато, конечно, получается размыто. Швейцария, да, вот здесь вот у нас Швейцария, там находится ЦЕРН, там находится протонный ускоритель, который здесь был использован, так называемый синхротронный протонный ускоритель. Он ускоряет протоны, ими облучают графит, да, и рождаются вот эти нейтрино. Идет ядерная реакция, рождается поток нейтрино, и этот поток нейтрино несется в направлении талии, где вот здесь вот стоит детектор. Это огромные такие пачки свинцовых листов, там со специальными покрытиями, которые вот из-за этого огромного потока нейтрино там время от времени одно-два нейтрино регистрируют, и это все продолжается в течение там многих месяцев. За год они там собирают какое-то количество относительно небольшой этих нейтрино. И идея заключалась в том, чтобы померить, с какой скоростью происходит распространение вот этого нейтринного пучка. Они синхронизовали часы с помощью GPS, сверхточной системы. Они померили расстояние с помощью того же GPS. Расстояние здесь 720 километров. Они померили его с точностью около 10 сантиметров. А время, которое им надо было измерить, то есть время, которое требуется на то, чтобы пучок дошел из Швейцарии до этой лаборатории, это порядка микросекунды. А то, что они отличие от скорости света, от времени, которое требовало свету пройти, оно где-то одна миллионная от этого, ну там 10 миллионных, то, что они померили. Вот с такой точностью они работали. По крайней мере, им казалось, что они так работают. Был огромный бум, причем новости про это были на всех центральных СМИ. Причем бум этот был не только среди обывателей, он был просто среди всего ученого мира, потому что такое крупное открытие, сообщенное такими крупными организациями, что-то надо было делать. Вышли сотни статей. Одни критиковали их методы, другие пытались найти какие-то новые совершенно дикие теории, в том числе совершенно дикие теории, которые это могли бы объяснить. И все это продолжалось, то есть это был сентябрь 2011 года, все это продолжалось, ну грубо говоря, до мая 2012 года, когда вышла окончательно еще одна статья от той же коллаборации оперы, в которой они сказали, что нашли причину. Причиной оказался кабель. Ну вернее, плохое соединение кабеля с компьютером. То есть те компьютеры, которые использовали как раз для измерения этих времен, приводили их синхронизацию, плохое соединение привело как раз к этой задержке небольшой сигнала, который они интерпретировали как задержку прихода нейтрина. И история на этом, в общем-то, закончилась. Следующий слайд, будьте добры. Еще одна история похожая, но немножко не похожая. LHC – большой адронный коллайдер. Гигантская машина, которая была построена для двух целей. Первая цель – обнаружить бозон Хиггса, который был давным-давно теоретически предсказан и который был таки обнаружен, как мы все помним. А второе – это поиск новой физики, поиск чего-то нового, чего-то, что в наших теориях нет. И вот признаки такой новой физики появились в прошлом году, причем очень сильные признаки. Вот здесь показана красная кривая – то, что мы ожидаем на основе наших теорий, а черные – это точечки, это то, что было померено. И здесь видите, черные точки сильно от красной отстоят. Но тут надо пояснить, что эти эксперименты носят вероятностный характер. То есть вы стреляете, у вас то одно родилось, то другое, то третье. Естественно, есть какой-то фактор случайности, есть некая вероятность, что вы можете получить такие пики, вот такие отклонения просто случайным образом. Ну, так же, как вы можете кидать монетку и десять раз подряд получить решку, хотя вы знаете, что шансы 50 на 50. Это не значит, что теория вероятности не работает или монетка плохая. Просто, ну вот, случайно так можно сделать. Так вот, шанс того, что вот этот пик не случайен, точнее, случайен, а где-то один из тысячи. Это если пессимистично смотреть. А если оптимистично смотреть, то один там на миллион. Мир взбудоражился, научный в основном. И это, то есть тот график, это конец прошлого года. А вот это графики уже весной этого года были получены. И удивительно, но этот пик на них вырос. Он вырос, и это было, так сказать, ну лишней, еще дополнительной причиной, чтобы на него всерьез обратить внимание. Потому что часто появляются, бывает, что такие пики появляются, но при наборе данных они исчезают. Проблема вот здесь заключалась в том, и многие, так сказать, немножко скептично к этому относились, потому что теория, которая могла бы вот это объяснить, она была очень-очень странной. Я не могу детали отдаваться. Но многие теоретики говорили, что это очень странно, если природа устроена таким образом. Но против эксперимента не попрешь. Вот она. Один там шанс из тысячи, что это случайный выброс. И этот шанс действительно сбылся. В августе этого года, после публикации, после набора новых данных, публикация команды с большого адронного коллайдера, пик исчез. И пока больше не появлялся. Здесь не было ошибки эксперимента, как в двух других случаях, когда там не учли что-то. Это просто случайный выброс. Но точно так же, как и там, он привел к огромному количеству обсуждений, к огромному количеству статей, в том числе, я имею в виду, среди ученых, не говоря уж о обывателях. Но можно было бы подумать, что вот такое широкое распространение, все это, такой хайп вокруг этого, оно связано как-то с самим устройством нашего современного общества, которое очень сильно завязано на СМИ, на интернете, информация распространяется очень быстро и по огромному количеству каналов. и мало проверяется. Но на самом деле такие подобные истории случались и раньше. Знакомьтесь, это Рене Блондло. Вряд ли вам что-то говорит его фамилия. Это французский физик, который жил в конце 19-го, начале 20-го века. И одним из таких известных его работ стало измерение скорости рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение, я напомню, было открыто в конце 19-го века. И вот он где-то в конце, как раз в 1890-х, в начале 1900-х, померил скорость света, скорость, с которой он распространяется. Оказалось, она равна скорости света, что доказало, что это, видимо, электромагнитная волна. Но в истории он остался в основном благодаря так называемым N-лучам. Он жил в то время, когда всякие разные странные лучи находили чуть ли не каждый год. Альфа-лучи, бета-лучи, X-лучи рентгеновские. Гамма-лучи. А он открыл свои. Он жил в городе Нансе во Франции. И поэтому он свои лучи назвал N-лучи. Вот здесь показана схема его установки, с помощью которой он это делал. Нам здесь потребуется, на самом деле, только вот этот элемент. Обратите внимание, это призма. Она действовала, типа, как лупы. Вот здесь генерировались его N-лучи и возникали. Они здесь шли, расходились. А эта лупа их собирала. Они попадали сюда, на какой-то там, по-моему, из сульфида кальция сделанной болваночку. И она светилась под их действием. По крайней мере, так утверждал Блондло. Он это, естественно, опубликовал. Его работу пытались повторить многие. И проблема заключалась в том, что у многих не получалось. Кто-то видел и говорил, да, мы тоже видим. А кто-то говорил, нет, мы ничего не видим. И тогда к Блондло решил поехать американский физико-экспериментатор. Можно следующий слайд? Роберт Вуд. Вот его фотография. Известный экспериментатор тех времен. Он попросил при нем повторить эксперимент. А эксперимент… Оказалось, что этот источник света, вот это свечение, он был очень слабым. Эксперимент проводился в полной темноте. И Блондло, когда… И регистратором вот этого свечения был сам Блондло, ну или его ассистент. Он работал там с ассистентом. То есть они просто сидели в этой темной комнате, смотрели на эту болваночку и считали вспышечки. То есть они видели некие вспышки. Роберт Вуд посидел с ними и сказал, что я не вижу ни одной вспышки. Блондло ему ответил, что да, 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 говорит. Их действительно очень сложно заметить. Я тоже вначале замечал их очень мало. Но надо потренироваться. Я тренировался, сейчас я их там вижу уже очень много. Вуд немножко так засомневался. Он говорит, слушай, давай попробуем вынуть вот эту призму, о которой я говорил. Он такой, конечно, давай. Если мы ее вынимем, я ничего не вижу. Он такой, ну давай, вынули. Блондло говорит, нет, больше не светится. Я не вижу никаких вспышек. А дальше Вуд решил схитрить. Он незаметно для Блондло, ну или вернее там уже это с ассистентом его было. Вставил эту призму обратно. Ассистент не знал, что там призма, думал, что ее там нет. И продолжал говорить, что он не видит вспышек. Вот. Тогда Вуд ему сказал, слушай, ну давай тогда обратно вставим призму и снова посчитаем. Тот думает, что ее нету там, да. Вуд пошел и теперь уже в открытую, ну точнее вынул эту, опять же, скрытно от ассистента. Хотите попробовать еще раз? Попробуйте. Вернулся. Включили. Ассистент посмотрел, говорит, о, вижу вспышки. А призму убрал, да, Вуд. Ну и тут, в общем, стало все понятно, что на самом деле никаких реальных вспышек не было. Все, что они видели, это было им казалось, да. Им казалось, что они видели. Это известная проблема с экспериментами. Когда вы ждете, что что-то может случиться, велика вероятность, что вы действительно это увидите, даже если этого нет. Например, чтобы этого избегать, сейчас применяют слепой метод, да, или даже двойное слепое тестирование, если говорить о медицинских приложениях. Когда человек, который проводит регистрацию, он не знает, есть эффект, должен быть эффект или не должен быть эффект. Он не знает, с чем он работает. Ну, например, дает он реальное лекарство пациенту или пустышку, да, плацебо-контроль. Это делается именно для того, чтобы своим каким-то подспудным, иногда неосознанным желанием не нарушить частоту эксперимента. Таким образом, N-лучи были, в общем-то, закрыты, и Блондло остался фактически неизвестным физиком. Хотя мог, конечно, претендовать здесь тоже на Нобелевскую премию, видимо. Давайте я пропущу. Это еще один исторический пример про поле воду, когда тоже люди видели некие странные эффекты воды. Это уже 60-70-е годы нашего века, в прошлом веке. Но все это оказалось ошибкой, в общем, просто примесими, грязью. Я перейду ближе к нашей теме. Вот то, что я сейчас рассказал, там уже результат известен. Давайте теперь попробуем протестировать то, что мы знаем, на неких примерах результат окончательный, для которых неизвестен. Я подобрал два таких примера. Первый из них — это открытие пятой фундаментальной силы. О чем идет речь? Все, что вокруг нас окружает, современная наука, современная физика, описывает через четыре фундаментальных взаимодействия, так называемых. Два из них вы наверняка знаете — это гравитация и электромагнетизм. То есть все эти силы, которые вы или вас обучали в школе, там сила трения, сила упругости — это все, на самом деле, проявления электромагнитных сил. Просто вот так вот они проявляются. Ну и сила гравитации сама по себе. А кроме того, есть еще две силы, которые действуют только внутри ядра. Их называют взаимодействия соответствующие слабые ядерные и сильные ядерные. Так вот, недавно вышла статья, в которой утверждалось, что есть еще и пятое фундаментальное взаимодействие, и якобы его смогли в эксперименте определить. О чем идет речь? Люди занимались поиском так называемой темной материи. То, что нас окружает, состоит из так называемой барионной материи или обычного вещества. Но мы точно знаем, что это не все, что есть в этом мире. Откуда мы это знаем? Мы это знаем, наблюдая за галактиками. Вот здесь нарисована кривая для Млечного Пути, для галактики, в которой мы живем, где отложена скорость вращения звезд в нашей галактике вокруг ее центра. Красное – это то, что реально наблюдают, измеряют. А вот синее – это то, как это должно было бы быть, если бы все вещество состояло только из обычной материи, которую мы видим. То есть если посчитать в нашей галактике все звезды, применить закон Ньютона для гравитации и посчитать, то получится вот такое сильное расхождение. Это означает, что есть что-то еще, что получило название темной материи. Предполагают, что она состоит из каких-то неизвестных нам частиц. Но большинство теорий темной материи предполагает, что эти частицы, хоть и неизвестные, но между ними действуют известные силы. То есть никаких новых взаимодействий вводить не требуется. Но, в принципе, ничто не запрещает, поскольку эти частицы неизвестны, между ними действуют каким-то неизвестным силам. какой-то пятый фундаментальный, может, даже шестой фундаментальный силы. Вот, можно следующий слайд? Не работает, я не знаю почему. Что-то с передатчиком. Причем этой темной материи очень много, то есть здесь нарисовано современное представление о том, как распределена энергия между различными формами. Вот темной материи 22%, еще огромный кусок темной энергии, про которую я сейчас не буду говорить. А вот все, что мы знаем, это вот эти 4%. То есть темной материи в 5 раз больше. Давайте дальше. И вот то, что они видят в эксперименте, это вот картинка из этой статьи, это вот этот вот пик. Не вдаваясь в детали того, что здесь изображено, линия — это то, что должно было бы быть, а вот это то, что они видят. Давайте следующий слайд. Слушайте, а у меня много времени? А, еще минут 15. Я даже довольно быстро. Да-да, давайте назад вернемся. Я попробую подробнее рассказать и показать, что должно вызывать вопросы, недоумение и скептицизм, когда мы смотрим на подобные графики. Значит, что они делают? У них есть очень простой ускоритель, очень маленький. Ну, маленький по современным представлениям, ускоритель в андерграф. Он занимает там, ну, вот такой вот. Вот. Такой маленький ускоритель, из которого летят протоны. Вот там вверху отложены, указаны, какие энергии протонов. Это очень маленькие энергии. Это миллионы электрон-вольт, мегаэлектрон-вольт. Для сравнения, на Большом Адронном Коллайдере, где тоже протоны летают, там терраэлектрон-вольт. Там это в миллион, то есть это в миллион раз меньше, чем на Большом Адронном Коллайдере. Очень маленькие энергии. Такие ускорители есть везде. Их огромное количество. Их там в мире миллионы. Ну, миллионы, ладно, я загнул тысячи. Да, то есть, ну, это просто, просто они существуют там уже больше ста лет. И вот они протоны разной энергии посылают из этого ускорителя. И у них мишень. Мишень представляет собой пластиночку бериллия. Бериллий, конечно, дурацкий материал. С ним мало кто любит работать, потому что он жутко ядовит. Ну, что он неприятный. Вот. Но, тем не менее, тоже не такая редкая вещь. А то, что они наблюдают, это протон врезается в атом бериллия. Вот можно следующую картинку показать. Протон врезается в атом бериллия. Бериллий превращается в… Нет, я неправильно говорю. Там был литий. Мишень из лития. А вот когда врезается протон, образуется бериллий. Уже забыл. Образуется бериллий. Он радиоактивен. И излучает. У него есть разные… Он потом распадается. Вот один из способов распада с испусканием фотона. Вот эта верхняя картинка. Испускается фотон. Гамма квант. Который практически тут же распадается на две частички электрон и позитрон. Для тех, кто не знает, позитрон – это такая же частичка, как электрон, только положительно заряженная. У него такая же масса, все такое же. Это античастица для электронов. И их уже можно увидеть. То есть они ставят там детекторы и ловят эти электроны-позитроны и, соответственно, изучают этот процесс. Что они смотрели? Они смотрели, как количество этих электронов-позитронов зависит от угла их разлета. Они могут разлететься практически в одном направлении, могут под каким-то углом. Вот они смотрят, насколько много они под разными углами летят. Вот вернитесь назад. Вот здесь отложен угол. 40, 60, 80, 160 градусов. И вот когда у них там 0,8 мэв, у них все хорошо. Вот как предсказывает теория, столько летит. Когда 1,2 мэва, тоже все хорошо. Сколько предсказывает теория, столько летит. А вот почему-то, когда они кидают протон 1,10 мэв, у них на 140 градусах летит больше, чем предсказывает теория. Во-первых, странно само вот это поведение, что такое небольшое изменение протона, при том, что, в общем, нельзя сказать, что там происходит что-то принципиально другое, приводит к такому поведению. Возвращайтесь назад. Вперед, на слайд. Они предположили, что в этом случае просто вместо части фотонов рождается нечто новое, некая новая частица, которая… Ну, фотон — это легкая частица, это какая-то тяжелая частица, более медленная, она дольше тут пролетает от ядра и потом распадается, и частицы электрон-позитрон, которые появляются, они разлетаются на больший угол. Это их идея. Поскольку никаких таких частиц известных нет, они предположили, что это одна из темных частиц, из частиц темной материи. Она называется темный фотон. А следующий можно… У меня там есть что-то еще, картинка? А, нету, тогда назад. Тогда я на словах дальше расскажу. Вот. Ну, на самом деле люди проверили, теоретики, да, то есть эта группа, это группа каких-то венгерских физиков, не очень известная. Они публиковали эту статью там в хорошем журнале, относительно хорошем, Физерф Леттерс. И это вызвало определенное удивление у многих, особенно у таких, ну, как сказать, у людей-осведомленных о том, что это за группа. Ну, дело в чем. Во-первых, теоретики посмотрели, сказали, что это, конечно, не может быть темным фотоном там по разным причинам, потому что если бы это был темный фотон, то его бы давно уже нашли другие бы группы, а его больше нигде не видно, поэтому это точно не темный фотон. Вот. Поэтому единственная, единственная как бы гипотеза сейчас рабочая, если это все правда, да, что это некая новая частица, которая вот является, ну, так называемым, переносчиком вот этой некой пятой фундаментальной силы. Почему про пятую силу здесь заговорили. Вот. А проблема с этой группой заключается в следующем. Дело в том, что они открывают новые бозоны каждые два года. У них были работы в 2008 году, опубликованы, но, правда, не в журнале, а просто в сборнике конференции, да, они просто приехали на конференцию и рассказали, о, мы увидели тут бозон, смотрите. Вот. Они опубликовали такую же работу в 2010 году. Ну, потом у них был перерыв, наверное, они улучшали свои установки. Вот сейчас в 2016 еще раз. Причем у них нет ни одной работы, в которой бы они говорили, что вот они померили и не увидели бозоны. Это вторая интересная вещь. А третья заключается в том, что каждый раз у них этот бозон имеет разную массу. То они померили ее одну, то вторую, то, значит, вот сейчас третью. Причем это то, что касается этой группы. А эта группа была создана несколько лет назад, лет около 10 назад, голландским физиком, который сейчас уже, правда, скончался, да, но вот он стоял у истоков этой группы. Так вот, тот физик известен тем, что он за время своей жизни сообщил об открытии около 20 новых частиц, ни одной из которых, правда, не подтвердилось. Ну, в общем, сложив все это воедино, становится понятным, что доверять таким экспериментам, скорее всего, этому эксперименту, скорее всего, нельзя. Скорее всего, что происходит, это то, что они хотят увидеть где-то отклонения и намеренно или ненамеренно, ну, скорее, ненамеренно, да, видят вот эти отклонения аналогично тому, как блондло видел свои N-лучи. Ну, просто процесс чуть посложнее у них, видимо, отбора этого результата. Огромное количество, то есть огромное количество странностей, плюс вот такая плохая репутация этой группы позволяет говорить, что, скорее всего, перед нами пустышка, да, результат, скорее всего, отрицательный. Давайте дальше. Ну, и последняя история, о которой я хотел поговорить, история, которая, ну, вот, вызвала очередной пик интереса несколько месяцев назад, это двигатель M-Drive. Кто слышал про двигатель M-Drive? Ну, в этой аудитории хайп от этого открытия был невелик, очевидно. История такая. Некий изобретатель еще в начале 2000-х годов заявил, что изобрел безопорный двигатель, если так можно выразиться. Ну, двигатель выглядел как железное ведро, металлическое ведро, из, ну, там его, можно, скажем, из меди сделать, с конической вот такой формой. Главной особенностью является то, что это ведро, оно, у него стенки не только боковые, но и с торцов оно тоже запаяно. То есть это закрытый такая. Закрытый железный ящик вот в форме усеченного конуса. Внутрь этого конуса подается, ну, там есть специальные, как бы, отверстия, через которые это делается, да. Внутрь этого конуса подается микроволновое излучение, да. Аналогично тому, как это делается, ну, скажем, в микроволновых печках. И изобретатель утверждает, что это ведро, этот двигатель способен развивать тягу, да, то есть тянуть, создавать некую силу, не испуская никакого вещества из себя, не видя, не видя, там, микроволн, да, не видя любого другого электромагнитного излучения, не видя, естественно, чего-то еще. Поскольку тут все закрыто, и утверждается, что и излучение тоже внутри закрыто. Ну, подобных конструкций предлагается всегда очень, так сказать, регулярно появляются какие-то такие вечные двигатели. Ну, а в чем проблема с этим двигателем? Я думаю, понятно. Если у вас есть сила, действующая на эту железку, которая действует в одну сторону, то, ну, обычно объясняют так, что по третьему закону Ньютона должна быть сила, которая что-то куда-то давит назад. Но если этого сзади ничего нету, то на что оно давит? Ракеты ведь как, например, летают? Они выбрасывают сгоревшие топливы и, соответственно, за счет реактивной силы улетают, как бы отталкиваясь от нее, от этого вещества, которое они выбрасывают. Это ведро нарушает третий закон Ньютона. Ну, можно сказать, что третий закон Ньютона, мы только, так сказать, думаем, что он универсальный. Да, мы, например, знаем, что второй закон Ньютона не является универсальным. То есть, скажем, для релятивистских частиц он не выполняется, его надо уточнять. Для квантовой механики тоже второй закон Ньютона надо писать по-другому. Ну, почему бы тогда и третьему закону Ньютона не быть точно так же? Но на самом деле третий закон Ньютона, он выражает намного более глубокую вещь. Он выражает закон сохранения импульса, который в школе и в ВДУ-университете выводит как раз на основе законов Ньютона и третьего закона Ньютона. Но на самом деле закон сохранения импульса намного более фундаментальный. Можно показать, что закон сохранения импульса связан с фундаментальными свойствами нашего пространства, пространства, которое нас окружает. Он является на самом деле просто следствием того, что наше пространство однородно. То есть каждая точка пространства она совершенно ничем не отличается от любой другой точки. Это называется однородностью. Так вот, если бы закон сохранения импульса не выполнялся, это означало бы, что разные точки, они почему-то разные. Ну, понятно, что предположить, что вы отошли на пару сантиметров и у вас уже совсем какое-то другое пространство, это довольно дико. Поэтому, если этот M-драйв действительно работает, то тут требуется какое-то совершенно необычное объяснение для этой работы. А почему… Ну, и на самом деле, как я говорю, работа тянется с начала 2000-х годов и, в общем, особого внимания это все не привлекало, пока не решили это проверить уже ученые, да? Ну, или, по крайней мере, инженеры, которые работают в околонаучных лабораториях. Можно следующий слайд? Да, ну, это вот как раз первый, этот изобретатель, Роджер Шойер со своим изобретением. Слева этот M-драйв, а справа Шойер. Давайте следующий слайд. В этом году вышло… Ну, собственно говоря, этим изобретением заинтересовались в НАСА. Но НАСА – организация большая, поэтому тут надо пояснить, что заинтересовались и вполне конкретной лабораторией, которая называется Eagle Works. И эта лаборатория очень интересная. Там работают несколько инженеров, которые исследуют совершенно фантастические, как бы берутся за теории, за проверку теорий, которые носят практически фантастический характер. Например, несколько лет назад был пресс-релиз от НАСА, в котором сообщалось, что они там проверяли работу варп-двигателя. Откуда он там варп-двигатель из Стартрека? Они взяли… Честно, не помню, откуда эта идея идет. То есть двигатель, который изменяет пространство вокруг себя и за счет этого двигается. Не сам двигается, а пространство двигает вокруг себя. При том, что никакой научной теории того, чтобы это было возможно, нет. Я вообще не представляю, как не имея теории, можно предложить двигатель, который будет это делать. Ну вот, тем не менее. Вот они как раз занимаются такими вещами. И вот они решили проверить этот м-драйв. А дело в чем? Дело в том, что проверять работу таких все-таки та силы, которая создает та тяга, которая создает этот двигатель, она очень мала. Ее очень сложно померить. Вернее, когда ее делаешь просто вот… Если вы наберете м-драйв в YouTube, вы видите, что многие просто у себя дома делают такую штуку и действительно меряют там, ставят чувствительные динамометры, весы, да, и видят, что там что-то он дергается, когда они включают свою штуку. Вот. Но проблема в том, что эта величина очень маленькая. И такую маленькую величину всегда можно приписать каким-то паразитным эффектам. Например, у вас микроволны, да, микроволны нагревают ваш двигатель, вот эти металлические стенки. Металлические стенки нагревают воздух вокруг них. Воздух начинает совершать конвективные потоки. Эти конвективные потоки, они могут, естественно, приводить к возникновению силы. Поскольку воздух начинает подниматься вверх, значит, он немножко увеличивает давление вниз. У вас возникает как бы тяга. Понятно, что если вы хотите доказать работоспособность этого двигателя, вам надо избавиться от таких паразитных эффектов. Потому что все это изобретатели, в нас, естественно, все это хотят использовать где-нибудь там в космосе, где, конечно, никакого воздуха нету, но вообще ничего нету. Поэтому вот чем был вызван такой повышенный интерес в последнее время, вот несколько месяцев назад, с тем, что в НАСА, вот в этой лаборатории, провели эти же эксперименты в вакууме. То есть они откачали вакуум до глубокого и все повторили. Причем они там еще и эту, там специальные весы у них, крутильные, которые могут маленькие силы мерить. И, кроме того, они мерили это при не очень больших мощностях, когда нагрев не очень велик. И, кроме того, они там мерили ее в разных направлениях, вращали этот двигатель. Правда, вот меня больше всего удивило, ну не то, что больше всего. Удивило, например, что они сделали там всего, сколько у них? У них было вот три мощности, два направления и по четыре или по три. То есть шесть, восемнадцать измерений. Всего восемнадцать измерений. Понимаете, вот те, кто делал, скажем, лабораторки в университете, ну восемнадцать измерений, это не в каждой лабораторике так мало измерений делают. Почему так мало, как бы не очень понятно. Вроде так долго собирали установку, сделали всего восемнадцать точек сюда нанесли. И вот они приводят этот график в статье. Да, они эту статью опубликовали в каком-то журнале, ну не очень таком известном, но тем не менее, вроде как научный журнал. Ну и тут многие, так сказать, сторонники того, что это двигатель рабочий, немножко возбудились, что вот NASA в журнале, ну все значит работает, вроде надо верить. Но на самом деле я залез просто в эту статью и посмотрел вот эту картинку, это финальный их картинка, которая суммирует как бы все, все, что они делали. И я просто хочу призвать вас посмотреть на нее и как бы сделать вывод самим. Вот смотрите, что они говорят. Они говорят, вот у нас есть три мощности, что это графика, здесь отложена мощность микроволновки, которую они используют, 40, 60 и 80 они делали. А там сила, которую они меряют, вот она, force, микроньютоны. Микроньютон это сила, которой достаточно, чтобы поднять один миллиграмм. Ну такие вот силы они меряют, понимаете? Ну как бы в этом нет ничего удивительного. Когда измеряли, скажем, кулоновский закон, там тоже в общем силы, не кулоновские, а закон ньютона, обратных квадратов, там тоже силы были маленькие, тоже крутильные весы использовали. Это как бы нормально. Но посмотрите на эти графики, на эти точки. Вот каждая точка синенькая, это уже усредненные, то есть когда уже все учли. А красненькая, это вот каждый из этих результатов. Вот если посмотреть, скажем, здесь, то у них в зависимости от измерения сила изменяется от 40 до 140 микроньютонов. в три раза. И они говорят, что точность, с которой они получили вот эту кривую, вот она здесь нарисована, а, здесь не точность, ну неважно, там была цифра, 10 процентов. У них точки разбросаны в три раза, они говорят, что у них 10 процентов точность. Дальше. Они говорят, можно по-другому посмотреть. Вот этот разброс, здесь, например, или вот здесь синенький, он показывает то, насколько точно или не точно, где лежит настоящее значение. Вы не знаете, где лежит настоящее значение, вы померили какое-то, а реально его можно оценить, грубо говоря, отсюда до верха. Просто в силу случайных погрешностей или погрешностей вашего прибора вы не можете точно измерить. Но вы можете оценить, где оно лежит, реальное значение. Вот они через эти три точки проводят такую прямую и говорят, что вот мы видим, что мы увеличиваем мощность и сила растет. Это значит, что наш двигатель работает. Ну, во-первых, если мы посмотрим, то, например, вот эта точка, она на самом деле лежит ниже вот этой точки. Вот, средняя. А во-вторых, через вот эти допустимые значения можно провести и такую прямую, а можно провести прямую, которая вообще не имеет наклона, то есть мы изменяем мощность, а сила не меняется, то есть она, скорее всего, не имеет никакой связи с излучением. А можно провести прямую, которая проходит, ну, у меня тут плохо получилось, которая вообще имеет отрицательный наклон. Здесь еще немножко это искажается. Вообще имеет отрицательный наклон. То есть мы увеличиваем мощность нашего излучения, двигатель должен работать, лететь все сильнее и сильнее, а он, наоборот, затормаживается как бы. К чему это все? Это тот же самый случай, пример слабого эффекта, очень слабого эффекта, силы, с которой вы поднимаете, можете поднять один миллиграмм, с очень большими ошибками, то есть с плохим экспериментом, на основе которого делаются очень громкие заявления о фундаментальном вообще ну, фундаментальном характере. Да, закон сохранения импульса не работает. Совокупность таких фактов всегда должна настораживать. Ну и, собственно говоря, она настораживает. Хотя для меня было удивительно, что даже на довольно продвинутых интернет-площадках, например, на сайте там хабр-хабр, где собираются, в общем, люди с хорошим образованием, в том числе образованием, естественно, научным, вот это, подобные работы вызывают, ну, в общем, положительный отклик. То есть очень мало кто выражает скепсис по поводу того, что здесь вообще говорится. На этом у меня все, наверное. Спасибо за внимание и будьте скептичны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ